Добрый день! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Алимхоста в главной тему выпуска. В Кабардино-Балкарию с официальным визитом прибыла итальянская делегация. Стороны обсуждают пути дальнейшего сотрудничества в разных отраслях. Машук не за горами. Всекавказский молодежный форум в этом году будет более мобильным и результативным, надеются организаторы. Количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно растет. Госавтоинспекция и медики бьют пивогу. Сегодня в Доме правительства состоялось очередное заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарии ежегодного фестиваля Кавказской игры 2012. Провел его заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Одесс Байсултанов. Говоря о повышенном интересе к соревнованиям, он отметил, что этот форум не только культурно-спортивная составляющая народов, проживающих в Северокавказском федеральном округе, но и важнейший политический аспект в жизни региона. Сейчас материал готовится к эфиру к этой теме. Мы вернемся немного позже. В это воскресенье начинает свою работу третий всекавказский молодежный форум «Машук». Какие новшества ожидают участников и гостей форума, говорили на пресс-конференции в Северокавказском информационном центре ВГТРК в Пятигорске. «Машук-2012» будет более мобильным, более дискуссионным и более результативным, рассказывает Наталья Булат. Одна из главных особенностей «Машука» – за действием на площадках можно будет следить онлайн. Любой желающий, зайдя на сайт молодежного форума, получит самую свежую информацию об участниках и их проектах. В этом году ожидают большего числа вип-гостей. Приглашения от полпредства получили в том числе и руководители страны. Нам нужна была сразу дискуссионная площадка, на которой люди разных конфессий и разных возрастов, они находят общий интерес. Они еще раз убеждаются в том, что сегодня Кавказ не разделен на аулы, ущелья и селения, а все-таки есть общий интерес, и они все россияне. Утилитарная часть состоит в том, чтобы научить ребят получать кредиты, разговаривать с банками, разговаривать с инвестиционными фондами и уметь защищать свои бизнес-идеи. Форум посвящают году российской истории, отметил его директор, замруководителя комитета Ставропольского края по делам молодежи Владимир Селин. Более двух с половиной тысяч участников, 22 номинации в области режиссуры, информационных технологий, журналистики, науки, инноваций предпринимательской деятельности. Гранты от 50 до 300 тысяч рублей. В рамках предмашуков порядка 860 проектов было отобрано. Приходили на e-mail проектные идеи и на сайт Машука это все представлялось. Было получено порядка 3700 проектов дополнительно. Все проекты, которые будут поддержаны, за ними будут внимательно следить. Срок подачи заявок истекает завтра. Интерес к лагерю уже проявляют и ребята из других регионов. Так, на Машуке будут гости из Ханты-Мансийска, Волгограда, Ростовской области. Вполне вероятно, в скором времени форум станет международным. Наталья Булат, Вести, Кабардино-Балкария. Аварийность на дорогах и новые в правилах дорожного движения. Именно этим темам был посвящен брифинг в МВД. Пригласили сотрудников ГИБДД, Центра медицины катастроф и Республиканской клинической больницы. Количество ДТП в республике в этом месяце существенно увеличилось, отметили на брифинге. Только за минувшую субботу произошло 5 аварий. Один случай с летальным исходом. По статистике, по всей стране на дорогах гибнут больше людей, чем от пункта и кардиозаболеваний вместе взятых. Зачастую своевременно оказанная первая доврачебная помощь может сохранить жизнь пострадавшим. Однако большинство автолюбителей попросту не умеют этого делать. Хотя и обязаны владеть навыками. Центр медицины катастроф, которые обычно раньше всех и приезжают на места происшествия, разместил в пяти точках по республике трассовые службы. В Малке, Баксане, Кашкатал, Аргудане и Инальчике. Ни в коем случае, если нет угрозы возгорания, нельзя трогать пострадавшего из транспортного средства. Это первое. Второе. Структура трассовой службы такова, что бригада приезжает в течение максимум 10 минут. То есть это в самых плохих погодных условиях. Помощь пострадавшим, несомненно, должны оказывать только специалисты. Но навыкам первой доврачебной нужно обучать еще в автошколах, подчеркнули на брифинге. Впрочем, говорили и о других обязанностях водителей. С 1 июля этого года повышаются штрафные санкции за неправильную парковку, стоянку в неположенном месте и тонировку на окнах. В Кабардино-Балкарию с официальным визитом прибыли итальянские дипломаты и бизнесмены. Делегация во главе с треизвучайным и полномочным послом Италии в Россию Антонио Дзенар Диланди в республике пробудет всего один день. В рамках визита запланирована конференция по перспективам сотрудничества предприятий двух стран. После пройдут круглые столы по вопросам развития агропродовольственного сектора, строительства и туризма, рекреационных структур, а также взаимодействию в гидроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Прямо с самолета, не заезжая в гостиницу, гости поехали на агропромышленные предприятия в Баксанский район. Столь повышенный интерес к АПК республики вызван не случайно. Саты и питомники здесь выращиваются по итальянским технологиям. Осмотреть производство не помешал даже дождь. Посол Италии в России Антонио Дзенар Диланди проявил интерес к фруктовому саду Нюг-Аграснаба. Правда, когда министр сельского хозяйства Кабаднабалкарии Альберт Коздохов и представители компании рассказали, что с одного гектара здесь снимают 40 тонн яблок, гости удивились. Мы делаем успехи. Но еще есть к чему стремиться. Можно получать и большее количество плодов. На тепличном комбинате Агроком гости задержались дольше. Томаты в Баксанском районе также выращивают по итальянским технологиям. Уже позже на конференции управляющий директор фирмы, строивший это предприятие, Массимо Лукини отметит, пять лет тому назад немного сомневался в успехе. Сейчас даже моим соотечественникам есть чему получиться у специалистов из Кабардино-Балкарии. Он также призвал итальянских бизнесменов не бояться вкладывать капитал в экономику региона. От имени главы Кабардино-Балкарии гостей приветствовал зампред правительства республики Казим Уянаев. Вице-премьер выразил готовность к более тесному сотрудничеству. Потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. Ваш опыт, особенно в сфере организации и сфотчерктура угрозного инфраструктурма, в том, что нам прячет болезнь. Антонио Дзенар-Диланди подчеркнул, что Россия является одним из важных стратегических партнеров Италии. Он также рассказал о встрече с главой Кабардино-Балкарии. С социально-экономическим положением Кабардино-Балкарии гостей ознакомил министр экономического развития и торговли Али Мусуков. В республике семимильными шагами развивается сельское хозяйство. Ожидается бунный рост в сфере туризма. Благоприятные условия созданы для инвесторов, подчеркнул он. Гости, в свою очередь, проявили заинтересованность проектом. Заур Гидуев, Аслан Хандохар, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии КБР прошло заседание экологического совета. В обновленном составе он собирается впервые. Обсуждали деятельность по обращению с отходами производства и меры по предотвращению их негативного воздействия на окружающую среду. На территории Кабардино-Балкарии инвентаризация объектов захоронения твердых кутовых отходов завершилась в 2010 году. Решением местных властей утверждены участки под свалки. Таких в республике 214. Специальная комиссия провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах. На некоторых из них есть отклонение от нормы. Есть какие-то вещи? Утвердим по весь виду. В Аксанском районе у нас проблема то, что есть там поселения, в которых до 10 свалок имеется. Мы их обязываем всех к организации одной свалки. Сколько мы не боремся с этим количеством свалок, население, не желая платить за сбор и вывоз, выносит отходы за пределы дворов. Руководителям муниципалитетов рекомендовано усовершенствовать работу по организации сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Решить проблему поможет и введение в действие мусора сортировочного завода, который построен в Урванском районе. С 2013 по 2025 годы на совершенствование системы также будут выделены средства из федерального бюджета. В Ливане запланировано и из республиканской казны. Привлечь к внедрению современных экологически чистых технологий, в переработку отходов намерены и инвесторов. Со срока Кадзоков стал золотым медалистом на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Проводился он в столице Хорватии. Накануне спортсмен вернулся на родную землю в Кабардино-Балкарию. Несмотря на позднее время приветствовать молодого пенкатора, собрались представители общественности, любители борьбы, близкие и друзья. Успеху Кадзокова предшествовала победа и на первенстве России. В финале он вышел, с той подгруппы поднялся болгарин в финале. И с болгариным сфатка была очень тяжелая. Болгарин надо признать, боролся с нашим парнем некорректно. Порой даже очень грязно. Но наш спортсмен выстоял достойно. Спасибо тренерам сборной, консору спасибо большое. Победы очень трудно достались. Пили, заслуживали нас. Так нормально все было. Ну вот победа на первенстве Европы. А дальше что? Какие планы? Дальше готовиться будем к следующему старту. Наверное, чемпионат, ну, первенство мира будет. Спортсмен из Кадарзина, Балкарии. Единственный, кто на чемпионате Европы представлял Россию. Участие в соревнованиях принимали сильнейшие борцы старого света. Золото со света Кадзоков получил весовой категории до 84 килограммов. Материал с очередного заседания Оргкомитета по подготовке к проведению и проведению в Республике Кавказских игр 2012. Смотрите в следующем выпуске в 17.30. А у меня на этом все. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин